Здравствуйте! В студии Кристина Волкова. Предлагаю вашему вниманию выпуск новостей. Вначале коротко о сегодняшних темах. Дмитрий Артюхов открыл цифровую прокачку региона. У единой карты жителей Ямала большой потенциал. Впервые в автономном округе поезд Победы прибыл на железнодорожный вокзал Лабытнанги. Впечатление первых посетителей уникальной передвижной выставки. Ямал-экодом презентовали на международном форуме в Москве. Успешный проект ямальцев вызвал большой интерес экоактивистов. Работа по призванию. Накануне профессионального праздника социальных работников рассказываем про их трудовые будни. Трусцой за хорошим настроением в детском саду Снежинка отметили Всемирный день бега. В окружной столице продолжается стратегическая сессия «Цифровая прокачка». Более ста региональных специалистов, федеральных экспертов обсуждают цифровое наполнение сервисами единой карты жителей Ямала. Программа включает групповую работу по созданию новых сервисов «Морожка» и защиту инициатив перед губернатором округа. Карта «Морожка» – это система, запущенная в марте 2021 года. Около 15 тысяч ямальцев уже пользуются доступными сервисами. С этой картой можно посещать со скидкой спортивные учреждения, а пенсионерам в рамках программы «Ямальское долголетие» дважды в неделю бесплатно заниматься в спортивных секциях и творческих кружках. Также родители второго и последующих детей вместо подарочного набора «Малышу Ямала» получают с помощью карты электронный сертификат в размере 32 тысяч рублей на покупку детских принадлежностей в маркетплейс и некоторых розничных магазинах округа. И это только начало в развитии сервисов «Морожка». Глава региона Дмитрий Артюхов убежден, что у единой карты жителей Ямала огромный потенциал. Важно продумать услуги из разных сфер, которыми в дальнейшем наполнить карту и отработать механизмы. Это большой вызов, потому что я ожидаю, что в момент такого активного запуска люди единомоментно в систему пойдут, и это будет большая техническая нагрузка. И именно все эти процессы, которые мы хотим отладить, когда человек где-то отмечает карту, запускает внутренние механизмы – это все большой технический вызов. Сегодня на станцию Лабытнанги впервые прибыл поезд «Победы» – уникальная передвижная выставка-музей. Это первая в мире инсталляция с эффектом погружения, размещенная в движущемся составе. Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны. Поезд состоит из десяти вагонов. В каждом из них своя атмосфера, своя история и свой мир, показывающий разные этапы жизни людей в годы войны. Как в годы войны встречали победителей, так и поезд «Победы» на Лабытнанском вокзале встречают с живой музыкой, песнями и вальсом. Состав на «Ямал» прибыл впервые. Этот поезд пришел на конечную станцию Лабытнанги с северной железной дороги. Как когда-то, в 1948 году сюда пришел первый железнодорожный состав. И в этом году Лабытнанги отмечает юбилей 75 лет со дня, когда этот поезд определил статус Лабытнанги как железнодорожный ворот «Ямала». Желающих посетить уникальную выставку было немало. Это первая в мире иммерсивная инсталляция, размещенная в движущемся поезде. В основе – история о Великой Отечественной войне, рассказанная от лица ветерана железнодорожника. Десять вагонов, которые посвящены разным периодам войны. Выставка начинается с мирной жизни. В пассажирском вагоне едут семьи с детьми, компанией, моряков и летчиков. А за окном, за счет мониторов, создается движущаяся картинка, мелькающие пейзажи. Каждый вагон – словно ожившая страница прошлого. Задача нашего состава – ездить по стране круглый год и открывать свои двери для наших жителей. Пояс победы никого не оставляет равнодушным. Многие от нас выходят со слезаемыми глазами, многие выходят задумчиво. Пояс вызывает настоящие эмоции. Действительно, медленно передвигаясь по составу, у посетителя выставки возникают смешанные чувства. Пожалуй, самым жутким был вагон, посвященный концлагерям. Зрелище, которое нужно видеть. Благодаря световым и звуковым эффектам воссоздаются воздушные бои и танковые атаки. Передается атмосфера солдатского быта. Санитарный вагон – тоже своего рода поле боя, где идет борьба за жизнь человека. В числе первых увидели эту уникальную выставку председатель городской думы Евгений Зуйков и юно-армейцы. Рассказанную и увиденную на выставке историю не прочитаешь и не увидишь в школьных учебниках. Своими впечатлениями делятся лабытнанцы. Прежде всего, это фигуры. То есть, когда ты смотришь на них, ты прям проникаешься в эту ситуацию. Все, что происходило там, смотришь и будто присутствуешь рядом с ними. Также детализация, все, да, мелочей продумано. Очень красиво и трогательно. Остановился я вот на вагоне, там, где были японцы. Меня поразило то, что вот я не знала об этом, то, что японцы тоже были против нас. Меня это прям очень поразило, то, что они делали пытки над людьми. Впечатления вообще здоровские. Очень круто передали ощущения тех времен. Здорово то, что даже не на 9 мая делают такие мероприятия, не дают забыть. Вот, очень тронуло. Вы знаете, я шла по поезду и все время думала о своем дедушке, который погиб в Польше. Не дожил два месяца до победы в городе Краков. И вот он то же самое все это испытывал. Все тяготы войны. А поразило, конечно, все поразило. Я их воспринимала, как живые люди в этом поезде. Это потрясающе. Поезд Победы был создан в 2020 году в рамках Года памяти и славы. За это время состав побывал во многих городах России. Сегодня на Лабытнанской станции работу поезда обеспечивают 60 волонтеров. Это студенты и рабочая молодежь. Состав пробудет до 9 июня и снова отправится в путь. Следующая остановка – Печора. Дарья Самородова, Николай Снегир, Эдуард Сахаров, информационное агентство Лабытнанги. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами и инновационной технологией принял участие в Международном форуме «Экология». Он прошел в Москве при поддержке Госдумы, Минприроды России и ключевых органов власти. Участникам форума представили экопросветительский проект «Ямалэкодом». Форум «Экология» – одна из ведущих площадок для обсуждения и формирования ориентиров государственной политики в сфере охраны окружающей среды и природопользования. В рамках сессии руководитель «Ямалэкодома» Инга Петроускайте рассказала о реализации комплексного экопросветительского проекта. Его суть заключается в повышении экологической грамотности ямальцев и продвижении идей разумного обращения с отходами. Наша программа «Экопросвещение» разнообразна. Мы сделали ставку на интеграцию разных направлений. Мы рассматриваем экологию как часть повседневной жизни человека, которая включает в себя и экологию пищи, и экологию душевного здоровья, и экологию дома, рабочего пространства. Ямальцы проявляют большой интерес к проекту. За полгода гостями «Экодомов» в Салихарде и Новом Уренгое стали больше 9 тысяч человек. В планах инициаторов расширить географию «Ямалэкодома». 8 июня свой профессиональный праздник отметят социальные работники. Говорят, что трудиться в этой сфере можно только по призванию. В Лабытнанском центре соцобслуживания 10 отделений, в которых помощь получает 100 человек. На каждого соцработника приходится 7-10 подопечных. Татьяна Дроздова посвятила свою жизнь заботе о пожилых людях. О ней наш следующий репортаж. Пенсионер Владимир Данько редко выходит из дома. Мужчина плохо видит. Ухаживает за ним соцработник. Сегодня Татьяна Дроздова принесла ему продукты. И не только. А еще смотрите, какую я красоту купила. Будем готовить бархатцы. Владимир Кириллович по кубке рад. Всегда старается сохранить бодрость духа. В спальне выращивают цветы. На балконе из природного материала изготавливают палочки для ходьбы. Единственный, кто всегда рядом, кот Василий. Но с ним каши не сваришь. А вот Татьяна и продуктов купит. И запеканку вкусную спечет. Пенсионер с нетерпением ждет ее прихода. Я всегда говорю, вот приеду, я поплашу согласие. Я тебе, Татьяна Викторовна, удочерю. Что бы я не знаю, что бы я делал. Галина, вот, это, медсестра Галина Геннадьевна. Потом, вот, когда она была в отпуске, эта Татьяна, ее заменяла Галина Александровна, а там Галина Геннадьевна. Девчата, мне, конечно, больше повезло, чем им повезло. Потому что иногда некоторые, что греха таит, некоторые пенсионеры тоже бывают такие, знаете. Были, конечно, такие моменты. То есть, ну, умение контролировать себя, не отвечать грубость на грубость. То есть, я стараюсь всегда с улыбкой. То есть, наоборот, когда улыбаешься, человек даже злой или какой-то с агрессией, ну, как он на твою улыбку будет отвечать. Ну, вообще, как бы, фу-фу-фу-фу. У меня редко такие вот это самое, клиенты попадали, чтобы с агрессией. То есть, как-то все ровненько проходит. Помогать людям Татьяне в радость. В службе социального обслуживания она семь лет работает. На сегодняшний день у нее десять подопечных. В основном это пожилые люди. Кому-то по хозяйству поможет. Позаботится о внешнем виде. Кого-то выслушает и успокоит. Конечно, они привыкают к тебе. Даже, наверное, к родным, не ко всем так. Потому что вот есть клиенты, к которым ходишь каждый день. Даже на дне по несколько раз. То есть, ты для них больше даже, чем родной. Тем более, не у всех же есть родные. Вы здесь, в городе. У кого-то далеко. Поэтому они тоже привыкают к тебе, как к своему. Не только мы привыкаем. Почему я говорю, что очень болезненно относишься. Переживаешь как за своих. То есть, вот у меня мама умерла, и поэтому я вот, кажется, это вот они все мамы, папы. 8 июня в России – День социального работника. Свой профессиональный праздник Татьяна встретит на работе. Она всегда спешит к людям, которые нуждаются в помощи. Ирина Якубова, Владимир Николаев, информационное агентство Лабетнанге. Беговые дистанции, спортивная программа и улыбки на лицах детей. Всемирный день бега отметили в детском саду Снежинка. Организаторы придумали различные беговые испытания для маленьких непосед. Больше 20 участников в возрасте 6-7 лет с пользой для здоровья провели утреннее время. Бег – самый доступный вид спорта. Он не требует больших затрат. Нужны только кроссовки и желания. Снежинки воспитывают будущих чемпионов. Особое место здесь уделяется физкультуре и оздоровлению. Легкая атлетика входит в спортивный план. Вот молодцы, первые. На старте маленькие участники. Многим нет и 7 лет. Эти ребята посещают специальный спортивный лагерь для дошкольников. Они практически живут на стадионе. И это большой плюс. Ведь свежий воздух – одна из основ здоровья. Проверить свои беговые силы пришли воспитанники оздоровительной группы. На протяжении двух лет эти ребята участвуют в городских соревнованиях и добиваются высоких побед. Наша подготовительная группа, которая спортивно выпустилась, 22 ребенка сдали ГТО. Одна бронза, два серебро и все остальное золото. День бега отметили для детского сада масштабно. Дистанцию преодолевали разными стилями. Трусцой, короткий спринт, бег с барьерами, челночный. Организаторы уверены, в здоровом теле должен быть здоровый дух, которому не страшны никакие испытания. Бег нужен, чтобы хорошо осваивать свой организм и чтобы ты никогда не болел. Бег – это классный вид спорта, он дает ладость и силу. Бег нужен, чтобы заниматься, чтобы развиваться, чтобы быть сильным. Я люблю бегать, но у меня слишком за один круг устают ноги. Я не могу бежать еще круги. Но я все равно здоровая и сильная. Порцию энергии и здоровья получают снежинки все малыши, ведь за их активный образ жизни. Здесь отвечают профессионалы, воспитатели и инструкторы, которые учат с малых лет любить спорт и преодолевать спортивные трудности. Спорт, ура! Рай Ермолаева, Игорь Гуляр, информационное агентство «Лабытнанги». На этом все. Завершает выпуск «Прогноз погоды на завтра». Спасибо за внимание. Всего доброго. До встречи в эфире и на страницах информационного агентства «Лабытнанги». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова